Эфиры на всех украинских телеканалах. Вот только эмоции. Чем побольше счастливых лиц. Тонны печатной и наружной рекламы. Хочете, чтоб ваше уважение стало реальностью. И, конечно, обещания несусветных богатств. Это то, что мы знали про B2B до прошлой недели. А потом к ним с обысками пришла СБУ. Пирамидный скандал на всю краину. Компания парила клиентам, что я потужным вырубником и продавцем ювелирных прикрас. И керевникам закидают шахрайство, створение финансовой пирамиды и привластнение понад 250 миллионов долларов. А еще купили 18 элитных внедорожников и на сдачу приобрели личный остров. Все это вы точно слышали. Про обыски в B2B говорят и пишут уже две недели. Так что там с пирамидой на самом деле? Мне стало интересно. Вот я и пошел за своим первым кэшбэком. Их выставочный офис в самом центре Киева, в элитном районе Печерска на лесе Украинки. Здесь все очень богато и много денег у всех. Реально, собаки лают на автомобиле, которые стоят меньше 5 миллионов рублей. Первое, что бросается в глаза – полупустые прилавки. Тут говорят, после новостей об обысках все кинулись отоваривать сертификаты. Так называют операцию обмена вот таких бумажек на живые ювелирные изделия. Вот и сейчас вы имеете в виду, что вы хотите получать кэшбэк, правильно? Ну да. Выбрать изделие. Вот, наверное, у нас есть новое изделие, все, что вы видите. Мы не успеваем представлять серебро, разбираем очень вкусно. Рядом два мужика пытаются узнать, когда получат свои обещанные кэшбэки. Один из них вложил бабло на имя жены, но ей об этом не сказал. Теперь, чтобы отоварить сертификат, ей надо об этом сначала рассказать, а потом привезти и снова заплатить. Давай, зайди! Дайди давай! Давай, зайди! Давай, зайди! Зато золото пруд пруди. Правда, цены будто из другой галактики. В разговоре продавец уточняет, на такие изделия скидка аж 70%. Угу. Угу. Я, конечно, не эксперт ювелирного рынка, не знаю тонкостей в подборах золота и каратах на бриллиантах, но попытался сравнить цены. Стоимость такого кольца в салонах B2B с учетом скидки около 36 тысяч гривен. В интернет-магазине Золотого века похожая, но визуально размером меньше 33 тысячи. Меня это удивило, потому что в новостях много раз слышал, мол, цены тут в разы выше. Оказалось, нет. Вот это поворот! Идем в следующий магазин, что на Поздняках. Здесь тоже который день ждут пополнения серебряных прилавков. На этот раз спрашиваю, повлияли ли на бизнес обыски СБУ. У продавщицы на руках браслеты, на шее колье, на пальцах кольца, сверкает, как золотая рыбка. Впрочем, и обещают они такие же богатства, о которых желал дед из той самой сказки. После обыска все кинулись менять сертификаты. А вот вы как поступили в этой ситуации и что посоветовали бы своим друзьям? А вы думаете, выплаты возомновятся? Что всех киданули на бабки, впервые услышал по телеку. Не до музыки, ось цим пані. Вона чекает на Миколу Гонту. Головного идейника – життя в достатку. Наеб***на чистота. А потом поговорил со знакомым. Тот меня убеждает, что все окей. На тупом звоним на горячую линию и спрашиваем, как дела обстоят с выплатами. Но это касается тех покупок, которые совершены до карантина. То есть там есть баланс, у них есть сумма на балансе. Эти участники ожидают, когда сумма с балансом перейдет на депозит. Те, кто совершили новые покупки, каждую неделю по пятницам приходит выплата по новой покупке либо на карту, либо на депозит. Честно сказать, этот микрорейд вызвал вопросов еще больше, чем ответов. Кто-то говорит, бабло течет рекой, кто-то жалуется о невыплатах, золото на прилавках по цене рынка. Хотя все говорят о грандиозных переплатах. Основателя компании схватили только спустя два года существования B2B. Ничего не понятно, но очень интересно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы будем и дальше копать под B2B.